и вот он третий мир настал и ждет нас и надеюсь что он будет приятный и тут две красных детали и 2 желтых детали здесь пустынно прям вот в прямом смысле знаете вот именно так вот пустынно до жути отчасти там я вижу к компьютер кстати итак читаем прогресс repellent 9 я так понимаю боб раковский и видимо эмпирической на и матики ладно основной костяк симуляции в настоящее время работает наилл он еще не подключен к системе и но в теории все готово полагаю что следующим шагом будет проверка того имеет ли смысл генерированные сценарии или будем ждать интернациональный модуль для осирис первая мудрость сказал писец умирающему человеку в том что как мир состоит из пяти элементов так и душа человека поэтому знай что в этой жизни ты сердце и тень и имя а также к ибо без всего этого ты был бы не человек а вещь кем является человек без имени который не может говорить от себя кем является человек без тени который не привязан к миру кем является человек без сердца который не может не чувствовать не думать кем является человек без к у которого нет сущности кем является человек без по который является не самим собой а только бесформенной глиной поэтому оставь осириса царя вечности, владыку постоянства старшего сына Лона Нут, того, кто проходил миллионы лет в своем существовании. Здесь переводчик явно добавил свои собственные убеждения по этому тексту как «Трактат о причинах справедливой войны против индейцев Хуана Хинес де Сапульведа». Написан в 1547 году для оправдания испанского завоевания американского континента. Испанцы имеют полное право господствовать над этими варварами нового света, которые в человечности уступают испанцам так же, как зити уступают взрослым или женщинам, поскольку между ними двумя существует та же огромная разница. Как я бы даже сказал между обезьяной и человеком. Сравните эти дары с теми, что есть у полулюдей, в которых вы едва найдете остатки человечности, которые не только не имеют никакого познания, к тому же они неграмотны и взят человеческую плоть. Поэтому если вы хотите ослабить их, я не имею в виду для нашего господства, а для менее сурового порабощения, то им не составит труда поменять хозяев. Как-то вот так вот. Жестоко отчасти. Ну ладно. Пойдем сразу еще к одному компьютеру. Быстренько прочитаем что-нибудь интересненькое. О, такой хитрый компьютер по-моему. Локальных дисков, собственно, там расползанными в курсе не найдено. Список, поиск локальных, конечно, боди, инсульт, душа и тело. Однако принято считать, что египтяне верили, будто душа живет до тех пор, пока тело не разлагается, и поэтому пользовались своими методами ускользания от смерти. Могли ли мудрые египтяне, сказал Аныкая, так грубо думать о душе, если душа может пережить свое отделение, что впоследствии она может получить от тела или потерять? Египтяне, несомненно, ошибались, сказал астроном. Во тьме язычества и на заре философии, природа души до сих пор распаривается среди всех наших возможностей чистого знания. Некоторые до сих пор верят, что она может быть материальной, тем не менее, считая ее бессмертной. Сома Имена – забавная штука. Я помню, сколько мы пытались придумать названия для нашего проекта. Все серьезные ученые называют свои проекты, просто переводя их на греческий или латинский, не так ли? Корпус заставил меня подумать о какой-то страшной болезни, поэтому мы вместо этого использовали греческое слово «сома». Вполне уместно. Но тогда, поскольку нам нужно было корпоративное финансирование, мы должны были придумать бэкраним. Знаешь, корпорации любят расшифровки. Они даже решили помочь нам и прислали список модных слов, типа «самодостаточный ортостатический модуль андроид, стабильный обсервационный механизированный антропоид, скивиморфный омниадаптированный мобильный антропоматон». Спустя некоторое время мы так расстроились, что начали придумывать всякие глупости. Саблезубый и обезумевший маньяк-андроид, сознательная ортопедическая мартышка-автомат, страшный Ольгин маниакальный автобот, суперские октоподовые маринованные астронавты, смачно обжаренный мятный аллигатор, смердящий орнитологический мул-аллокатор, серьезно обожравшийся моллюсками арахноид, самый обычный и малопримечательный акроним. В конце концов, мы возненавидели название Сома только потому, что вокруг него было так много споров со спонсорами, поэтому, когда Александра рассказала о принципе Талоса, я не знаю, действительно ли он подходит, но мне вроде как нравится. Да, Сома определенно плохое название. Фу, такими быть. Ладно. Посмотрим еще, побегаем по кругу, по-быстренькому, вдруг мы еще чего-нибудь интересненькое найдем. Я уже вижу какую-то пещеру справа от меня и, скорее всего, точнее не пещеру, а скорее какая-то грабаница. Нет, это просто проход, полет на солнце. Опять? Опять мы полетим на солнце, ребята мои, друзья мои, мы летаем снова на солнце. На этот раз нам нужно нечто интересное. УИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ не получится это слишком читерно я думаю что с помощью какого-то одного вентилятора я скорее всего могу это сделать нельзя подняться имея в руках предмета шо ж такое-то прикрепить вентилятор а нет смотрите-ка бамс беже лестнице есть чуть и извините лестницу не заметил ребят простите пожалуйста и я не заметил лестницу бывает ребят бывает я же не могу замечать всего ладно лезем дальше мне бы мне бы маленький маленький фрагменте который я пока что не нашел располагается он кстати не известно пока что для меня где но я думаю вот здесь он как раз где-то и найдется в ту сторону так и попутно прочитаем нечто интересное наверно теория это место своего рода хранилище истории человечеством и вымирающий вид вот кстати да у меня нечто подобное было в голове теория попытка найти ответы принесет только боль быть равнодушным единственное спасение теория этот парень помогает в десять раз больше чем ты сам сара так что заткнись теория мы находимся в каком-то инкубаторе ожидая когда нас искусственно выведут теория если бы ты доказал как мало ты знаешь ты бы не писал это здесь на показ следующее бы здесь фонарика не хватает сдувшийся смотрите какую штуку знаю бамс выпуливай теперь сюда теперь сюда есть ничего нет здесь есть его сдать к звездочка как тебя достать интересно мне узнать опять красный луч то есть может нам кстати где-то дадут возможность изменять скорее всего да потому что я пока не вижу ну то есть легко сделать чтобы было через синий в красный это легко но вот как изменять пока не знаю ладно красненькая следующее задание красненькая орлиное гнездо не решается но видимо трудно потому что вот здесь вот есть совет видите обращаемся за советом то им вековаясь хоть какие-то разумные ты 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 ни один посланец и не помог ну вот соответственно пока мы не решим как же нам быть ладно давайте посмотрим сначала что у нас здесь есть ой 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 как же мы не хорошо летаем так а внутрь мы можем зайти правильно да внутрь мы можем зайти и у нас не пуская тут вентилятор нам то есть как-то нам надо сбить сбить этот гадостный вентилятор оттуда вот как именно его сбить у меня будет прям уже очень мало времени получается на то чтобы и видите он все равно успевает то есть как-то 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 надо а что если полететь вместе с ним например и отпустить его во время полета я живу вроде бы отпустил да он он лежит как миленький как говорится так вот это уже интересней так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так бежим вам ой забыл отпустить простите так 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 хоп отпустили забираемся на вышку а а фокинг джиниус ли вот и красненькая деталька а легко и просто друзьям а легко и просто получается это был сидит нет не все вот я не добыл вот эту деталь получается да так вот эту деталь где-то нам еще зелененькие достать возможно они где-то на другом мире свист 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 тут крутится тут все крутится но мне как-то надо взяли эту фигню шичку а как мне взять непонятно да и смотрите тут везде установлены вентиляторы красный луч он туда отсветит пробуем обесточить нифига нам нужен еще хотя бы один куб получается вот сюда мы кстати не ходили что мы здесь можем найти интересного а вот и минус один вентилятор я прям гений пока не настолько сильный гений на сколько я думал сюда видимо да вот сюда смотрите сейчас мы отключим и получим еще один вентилятор зловещий зловещий дезертир теперь нам каким-то образом нужно она видимо так да отлично а факин джинюс ли и что он это даст она пока положим вентилятор сюда здесь нам уже не нужен вертится все это дело не как-то нужно чтобы все это перебила вот этот луч вот она кстати стала выше но пока что мне ничем особо не поможет а все я короче я допер смотрите чем покажу я покажу ребят что покажу смотрите берем вот эту фигню ставим ее я я как-то хреново видимо допер на видите нельзя же прыгать точно что-то забыл и нельзя бросать двое вентилятора на 1 еще да как-то их далеко отпинывает я вам скажу ребят сюда конечно же меня никто не пустит ну естественно подумать бы кто бы мог я в итоге два вентилятора который нужно куда-нибудь прилепить даже вентилятор то на самом деле у меня больше вот еще вентилятор просто к куда их прилепите почему они кстати не прилепляются теперь на наверх раньше прилеплялись возможно это какие-то другие вентиляторы а вот поэтому я их не могу прилепить так сложненькая задача кстати сложненько наверное легкая на самом деле но сложненько так мне как-то надо по идее не так как это сейчас буду делать то что их просто выпинывает к чертям ну нихрена он швыряет а если вот так сделаю допустим устал тут же раз и туда а слушай 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 дезертирка у тебя есть одна идея возможно те кстати подойдет возможно подойдет чается мы вот здесь берем ставим один куб на всех сущий вот здесь там другой куб на сей сущий короче ну вот тут ставим там не знаю третий кубик давайте вот здесь поставим чтобы он не отшвырнула чтобы они отшвырнула сказал он так и по идее хотя кубик даже по идее не нужен будет смотреть чем у меня за идея попробовать перегородить вот эту линию мне нужен чтобы куда я вентилятор вон оно что я же вентилятора тоже нету лишнего ой а нет есть нет есть 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 ой что ж меня так пинает и есть у меня лишний вентилятор вот решить с помощью двух кубиков смотрите то есть я действительно могу так сделать да готова элементарно ватсон и диска сломал систему разгадал загадки миров а вот что же у нас здесь на надписи и это я понял и что теперь единственная значимая цель достичь конца цель достичь конца цели знаете когда вот такая какая то непонятная хрень появляется это не очень приятно ладненько с этим миром мы в принципе тоже закончили довольно кстати даже быстро чё ты мне хочешь сказать запуск помощником библиотеки милтона вот о чем я размышлял пока ты выполнял приказы ты предположил что сознание не являются частью того мира, к которому относятся обычные реальные предметы. Это означает, что ты не можешь его взвесить, не можешь его разобрать или порезать на кусочки. Оно полностью находится вне законов физики, правильно? Да. Хорошо. Итак, библиотека довольно однозначна в том, что в физические события вызывают другие физические события. Когда ты шевелишь ногами, то это происходит вследствие взаимодействия между нейронами и твоей нервной системой. Но если сознание находится за пределами законов физики, каким образом счастье физически заставляет тебя прыгать от радости? Сознание таинственно по своей природе, оно не заставляет, это просто кажется, что может. А, ну если сознание материально, почему оно так не похоже на все остальное? Возможно, в своих суждениях я иду по неверному пути. Сознание таинственно по своей природе, оно не заставляет это? Да, скорее всего, сознание таинственно. Тогда позволь мне сказать другими словами. Закон сохранения энергии является основой современной физики. Он утверждает, что полная энергия во вселенной никогда не меняется. А теперь сравни вселенную, где ты прыгаешь от радости, с той, где ты этого не делаешь. Первая содержит в себе больше полной энергии. Потому что ту энергию, которая заставляет тебя прыгать, вызывает не что-то материальное, а твой нематериальный разум. Но по законам физики это невозможно. Я думаю, что ты должен либо пересмотреть свою позицию, либо отвергнуть законы физики вообще. И все же предупреждаю, если окажется, что это место построено в соответствии с законами физики, кто знает, куда это сможет привести. Я отрекаюсь от физики. Не сомневайся. Я знаю, что лукавый вьется меж скрытых слов. Его мудрость пуста и рождена из отчаяния. Не дай ему заманить тебя в свою паутину обмана. Верь в меня, и его ничтожные иллюзии исчезнут, как кошмар исчезает в свете утренней зари. Пусть это будет на твоей совести, тем не менее, альтернатива в равной степени слишком много вопросов. Неубедительно. Как сознание может быть так хорошо знакомо тебе, так и мало понятно. И я просто не понимаю. Не обращай на него внимания, он просто боится, что если ты будешь задавать слишком много вопросов, то начнешь видеть его уловки насквозь. Держись меня, и предел твоих возможностей будет так же далек, как небо в буквальном смысле. В любом случае, я бы хотел, чтобы ты подумал обо всем этом еще немного, а потом вернулся ко мне. Я уверен, что все еще можно добиться успеха. Ох, что-то здесь не так, друзья мои, что-то определенно здесь не так. Ладно. Пойдем откроем новую деталь. Что нас ждет, что нас ждет. Мы открыли playback. Короче, мы можем повторять себя. И если кто не помнит То я знаю это оттуда Что мы заходили к разработчикам На гонек и там они в общем показывали Много веселых вещей И нет, плейбэк уехал опять от нас Увидимся дорогие мои друзья В следующем мире, в данном случае в четвертом Всем спасибо и удачи Надеюсь вам понравился просмотр И в общем наслаждайтесь Всем пока